Во Дворце культуры Черкесской прошла встреча главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова с волонтерами, которые в разгар пандемии оказывали огромную помощь людям. Все активисты внесли огромный вклад в организацию работы общероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе». Аслан Гирюгов продолжит тему. Волонтерами нашей республики была проделана огромная работа, отметили на встрече. В разгар пандемии они шили маски, развозили продуктовые наборы, помогали медикам в больницах, а также пожилым людям, которые не могли выходить на улицу. С самого начала волонтеры стали инициаторами и участниками важных проектов. На самом деле меня очередной раз порадовала сплоченность наших жителей, всех без исключения представителей всех народов наших, проживающих на территории Карачао-Черкесии, всех народов нашей республики. И на самом деле мы с вами понимаем, что действительно в единстве наша сила. Я хочу представителей всех общественных организаций, которые сегодня занимаются благотворительной помощью, поблагодарить еще за то, что вы это начали делать не в 2020 году, а делали это и раньше. И я уверен, что продолжится делать это и в будущем. Также стоит отметить, что большую помощь людям оказывали общественные организации и благотворительные фонды, которые начали свою работу задолго до начала пандемии. За все заслуги всем присутствующим волонтерам и активистам вручили благодарственные письма. А они в свою очередь выступили с различными предложениями и инициативами. На самом деле я считаю, что волонтерство у нас было всегда. Просто каждый для себя воспринимает волонтерство как новое какое-то течение. Волонтерство, по сути, это то, что в нас вкладывается с самого детства. Поэтому то волонтерство, которое сейчас активно пропагандируется, конечно, это более обширное, более глобальное понимание, это более официальное название. Но по сути, я думаю, что каждый житель республики нашей в душе, в первую очередь, конечно же, волонтер. То есть человек, который всегда может прийти на помощь и сделать эту помощь бескорыстной. Своей безвозмездной помощью волонтеры доказывают, что именно в тяжелых жизненных ситуациях люди могут сплотиться и помочь друг другу. Также они являются примером для молодых людей, которые в будущем продолжат их благое дело. Аслан Грюков, Али Басанов, Вести, Карачаева, Черкесия.